Всем привет, друзья! С вами Татьяна на канале Секреты жизни на даче. Время август. Делаем заготовки на зиму. И разные есть рецепты и на ютубе, и на дзене, и везде. Но принцип везде одинаковый. Маринованные ассорти, или огурцы, или помидоры, или в собственном соку. Это вот у меня помидоры в собственном соку. Видите, там помидорки. Помидоры в собственном соку. Принцип везде одинаковый. Раскладываем по банкам. Кладем специи в помидоры в собственном соку. Специи я не кладу. Здесь соль, сахар и уксус. Все специи. Соль, сахар и уксус. Значит, сначала расскажу про эти. Пишут, что съедаем и выпиваем рассол. Естественно, все делают все одинаково. Значит, в эти баночки мы закладываем укроп, чеснок. Кто что любит. Перец горошком, лавровый лист, смородиновый лист, вишневый лист. В общем, любые. Специи, хрен. То есть, кто что любит. Любые специи. Потом можно просто огурцы закрывать. Вот здесь просто огурцы. Видите? Вот. Тоже специи такие же, кто что любит. Здесь я сделала огурцы с помидорами. Здесь у меня просто огурчики. И делается все одинаково. Заливается кипятком. Я не стерилизую банки. Не ставлю на огонь. Уже вот такие готовые, закрытые для стерилизации. Я все делаю проще. Потому что, когда кипятишь, стерилизуешь, горячо, жарко, рукам тошно. В общем, я делаю проще. Заливаю кипятком два раза. На третий раз заливаю рассолом. Рассол всегда одинаковый. Соль, сахар и уксус. В помидоры мы побольше кладем сахара. А огурцы, если рассказывать про рассол для огурцов, то на литр воды берется одна ложка столовой соли и две столовые ложки сахара. Вот такой делается рассол и одна ложка уксуса на литр воды. Делается такой рассол, заливается рассолом. То есть, два раза обдается кипятком. Третий раз рассолом. Для помидор с огурцами на литр воды соли немножко меньше, а сахара больше, значит, на литр столовая ложка соли для вот такого ассортия, неполная, без верха, и три ложки сахара. Тогда рассол будет сладкий и будет выпиваться до конца. Здесь рассол готовится... Здесь у меня томатная паста. Значит, помидоры я порезала, закипятила, на ситечке отсыдила шкурку и косточки, зернышки, семена, в общем. И помидоры заложила без всяких приправ, без зелени, без всего. Помидоры помыла, заложила в банки. Банки я стерилизую в микроволновке. Крышки просто обдаю кипятком. Значит, помидоры в баночки заложила. Два раза обдала их кипятком. Они постояли по пять минут. Кипяток выливаем и заливаем уже вот этим готовым томатом. В томат для помидор я положила на литр рассолы, на литр этого томата, также одну столовую ложку соли и три ложки сахара. И одна ложка девяти процентного уксуса. То есть, все поняли, обдаем кипятком два раза, третий раз заливаем сиропом. Все, помидоры будут стоять и год, и два, и три, и в квартире, и в подвале, и везде. То есть, ну, естественно, банки стерилизуем, крышки обдаем кипятком или тоже кипятим. Все, весь процесс. Первый кипяток я всегда сливаю, потому что, когда заливаешь баночку, огурцы мытые, помидоры мытые, заливаю кипятком. Первый кипяток я вообще выливаю. Второй кипяток я уже оставляю, в него делаю рассол, третий раз заливаю рассолом. То есть, процесс у всех всегда одинаковый. Единственное, что меняется, только кто-то может положить разные приправы, там, горчицу, листья хрена, острый перец, в общем, вот это. И кто-то больше соли, кто-то меньше сахара, и, в общем, наоборот. Просто те, кто никогда не закрывали, они должны понять для себя одну простую вещь. Никаких суперновинок в нашем деле в заготовках на зиму нет. Все одно и то же. Обдаем кипятком, заливаем рассолом, закрываем крышкой и едим, наслаждаемся. Все. Всем хороших закруток, всем здоровья и счастья. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok